Какая разница между войной и спецоперацией? Есть ли она? Мне кажется, это риторический вопрос. Не требующий ответ. Ну да, скорее больше здесь в риторике разница. Война это масштабно, и спецоперация это не масштабные действия. Такой локальный конфликт. Да. Я понял. Сейчас уже война идет, а не спецоперация. В данном случае нет. Нет, это в любом жестокости насилия. Это одно и то же. Да. Есть. Есть. Какая может быть? Смотри, когда война, фигачит все. Понимаешь, как это было. Да, да, да. Как это было во Вьетнаме, как это было в... Ну, просто ковровые бомбардировки. Все-таки тут достаточно действует аккуратно. Линия фронта, понимаешь. Потому что люди понимают, что это надо будет восстанавливать потом. Всю эту инфраструктуру. Ну, даже тот же наш президент, понимаешь. Это будет за наши деньги. И вот они вот просто взяли там несколько регионов, понимаешь. Вот они сейчас более-менее в труху их возведут. Все войска вот на одной линии и пока не двигаются, понимаешь. Вообще нет. Одно и то же? Одно и то же, конечно. Не знаю, можно не отвечать на этот вопрос. Можно не отвечать на 100%? Нет. Одно и то же? Да. Не могу сказать, потому что я думаю, что это какое-то понятие, связанное, может быть, экономическое или политическое, как оно правильно трактуется. Я не могу сказать. Да, если это как название чего-то, то, может быть, какое-то различие есть. Тоже не хочу это обсуждать. Да, есть. Есть. Потому что при войне мобилизируется полностью все общество, а у нас, к сожалению, полная мобилизация общества не произошла. То есть, если бы она произошла, было бы, быстрее бы решился вопрос? Я не думаю, что в рамках Украины надо делать именно войну. В рамках Украины достаточно спецопераций. То есть, отличие в том, что мобилизация частичная либо полная? Мобилизация не в плане именно мобилизации как войск, да, а в плане отношения людей к этому. То есть, мобилизация общества именно. То есть, как общество настроено? В том числе, да. То есть, при спецоперации общество может быть нейтрально настроено? Оно не может быть. Оно, к сожалению, у нас в России сейчас нейтрально. Даже я бы не сказал, что нейтрально. Нейтральных процентов, наверное, 10-15. А все остальные это за и против. А при войне большинство за? Да. Я считаю, что да. Мне кажется, нет. Вот это на самом деле очень сложный вопрос. Скорее всего, наверное, нет. Потому что и там, и там погибают люди. Поэтому, наверное, нет. Но, наверное, мне кажется, это то же самое. И то, и то плохо. Ну, естественно. Везде гибнут люди. А кому это нужно? Есть разница, конечно. Если война, то нужно задействовать производственные мощности, промышленные государства, направленные все на войну. Для того, чтобы защитить свое государство. Спецоперации это уже выполнение каких-то конкретных целей, более мелкого масштаба. Но сейчас это какая-то непонятная грань. Что-то между, да? Да, что-то между. Поэтому непонятно. Что-то так, как будто бы сейчас такая средняя. Да. Никакой нет разницы. Одно даже. Одно, это же. Ну, как ни назови. Но, по сути-то, это одно. Людей-то убивают. И наших убивают. И тех наших убивают. Потому что, ну... Я-то родился в стране. Я на Украину на рыбалку ездил, понимаете? И жил там летом по месяцу. Поэтому... Как ни назови, ну, это... Ну, мне кажется, что называть это спецоперацией, это лукавство. Так, по меньшей мере. Есть. Какая? Ну, так, вкратце. Ну, война, это боль. А спецоперация? Они схожи как? Нет, это большая разница. Да. Война, это боль, потери. А спецоперация, это... Ну, смотря от чего. Да? Да. Ну, то есть, спецоперация как... Не потери, считается? Нет. Понятно. Интересно. Ну, все, ладно, спасибо большое. Наоборот. Без комментариев. Есть ли разница между войной и спецоперацией? Никакой. Нет. Ну, война, это глобально, когда страна, страну, разрушение. А спецоперация сейчас ведется только на Украине, то есть на одной стороне, когда одна такая, другая просто защищается. Вы как думаете, для вас в чем разница? Изначально спецоперация же, она была для того, чтобы защитить территории, которые не подвластны уже Украине, то есть ДНР, ЛНР. А в итоге переросло это в войну из-за того, что мы начали захватывать другие территории. Тот же Запорожск, вот это вот все, потому что я сам изначально, ну, типа, до трех лет жил в Украине, в Одессе. Я ничего не имею против по поводу ЛНР и ДНР, потому что ДНР и ЛНР – это бывшие республики, которые принадлежали Советскому Союзу. И там в большинстве случаев живут все-таки русские, к сожалению. К сожалению? Ну, к сожалению, из-за того, что бомбят их, типа, с 14-го года бомбят. Вот в этом плане, типа, да, тут понятно, почему защищают. А вот то, что начали захватывать другие территории, как по мне, это блядство полноценное. Ну, что я могу сказать? В чем разница между войной и спецоперацией все-таки? Вот разница. Ну, опять-таки, в масштабах, как бы. Ну, если была полноценная война, думаю, все очень быстро закончилось. Ну, а мы их как будто жалеем, честно. Не все ресурсы задействованы, вы имеете в виду? Ну, не то, что не все, скорее, это больше расчет на то, что Украина, наконец-то, одумается, что она что-то делает не так в этом мире и вообще политику какую-то неправильную ведет. Все-таки вспомнил Зеленского, который на выборах обещал дружить с нами, а потом резко переобулся. Так, вы что-то хотели дополнить? Ну, по факту, война-то изначально началась из-за того, что Украина используется как плата для войны, потому что воюет сейчас не Россия с Украиной, а НАТО с Россией, потому что НАТО поставляет как оружие, так и всякие установки и прочую технику. А если была война, пойми, это гражданская война все-таки. Вот то, что сейчас происходит, это гражданская война, потому что это все-таки один народ, целиковый. То есть вот уж 30 лет прошло, мы жили в одной стране, понимаешь, разговаривали на одном языке, думали, думали на одном языке даже, не разговаривали. Ну, вот по-иному, вот то, что ты спрашивал, первые вопросы. И все-таки это тоже наши люди, там огромное количество родственников у каждого. У каждого. У каждого, потому что, типа, тут, вот понимаешь, режут по-живому. Поэтому все-таки, если была бы война, это было бы по-другому. Как, допустим, там, в разных других странах во все время, понимаешь. Если так обобщить, то есть разница между войной и спецоперацией в том, просто в масштабах действия, да? В лояльности, понимаешь, больше не в лояльности, а... В суде конфликта. То, что делают аккуратно все. То есть не переходит прям границы, когда... Более гуманное действие. Да, когда все разрушают, когда отрубает свет. Ну, то есть то, что даже вот сейчас прошло, да, забомбили по электростанциям, по подстанциям и прочим. Если бы была война, это бы сделали с первой две недели. И люди сидели бы без света, без воды, без канализации, поэтому... Я считаю, что вещи можно называть как угодно, но насилие это плохо. Ну, наверное, да. Здесь, возвращаясь к вашему вопросу, плохо ли быть русским, абсолютно неважно, где вы родились, как вы будете называться. Если это влечет какие-то плохие последствия, это никогда не будет положительно влиять на мир. И все. Так что я не скажу, чем отличаются эти два слова. Все отличие в нашей голове и в людях. Спасибо. 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 Спасибо.